здравствуйте дорогие друзья с вами вот этот момент послушаем здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда канал голос истины и мусульм ханский хочет немного поговорить о том о сём но на самом деле я считаю что это серьезная тема суть сегодняшнего ролика это где-то концу я скажу к чему я все это вел давайте обсудим кое-какие моменты дорогие друзья из того что происходит да перед нашими глазами вот эти события журналистами потом обмен пленными на мина и так далее там подобное сходя из всего этого и анализируя со стороны мы ясно видим что очень много несправедливости да хотя мы уже привыкли к этому мы видим что те страны руководители тех стран именно тех стран которые называют себя демократическими странами ведут себя очень подло грязно двулично лицомерно и прикрывает все это демократией они прям превратили вот это слово вообще демократию действительно унитаз потому что так как они себя ведут по событиям по конфликтам который происходит в мире без не без их участия конечно же их отношение показывает что нам с ними реально не по пути если судить чисто по карабахскому конфликту мы 30 лет видели как справедливо относятся они к этой проблеме как им все равно то что касается азербайджанскую сторону и как они защищали ту сторону которую они официально признавали агрессором оккупантом до резолюции какие-то писали но деле было совсем наоборот давайте посмотрим на несколько примеров приведу вот с журналистами были убиты еще раз повторяю подчеркиваю под этим словом убиты азербайджанские журналисты потому что это не случайность потому что это не последствия войны и так далее и там подобное были убиты и убиты со стороны армянских террористов потому что те которые заложили закладывали закапывали вот эти мины для как для чего для того чтобы убить азербайджанцев не так ли а делали это естественно диверсанты террористы которые служат в армянской армии мы шарли мы шарли мы шарли помните да миллионный митинг шествие устроили в париже во франции когда были убиты журналисты которые работали в журнале мы шарли ну шарли назвался помните да которые нарисовали карикатуру на пророка их предупреждали и так далее вот эти террористы провокаторы журналисты провоцировали других провокаторов террористов и те провокаторы террористы пришли убили взорвали этих журналистов провокаторов террористов но несмотря на это все они все они демократы собрались во франции и собрали миллионный митинг в честь этих журналистов которые были убиты которые сами провокаторами не так ли а вот а тут были убиты тоже журналисты которые не имеют никакого отношения ни провокациям не террору взорвались на мини и мы ведь мы видели да ничего практически вот эти шаблонные высказывания некоторых каких-то депутатов с политиков или сенаторов из демократических республик стран типа это это вас возмутительно я был расстроен убийством смертью то есть не убийством смертью журналистов этого допустить нельзя нужно очистить минные поля вот такие слова и не слово о том что требовать от армении что-то чтобы они дали хотя бы отдали карты или какие-то жесткие выступления что это не бесчеловечно что вот так много территории вы заминировали там погибает мирные граждане ничего подобного ни в одном заявлении их ним слова армения не использовалась не то что что-то предъявлять и представьте себе сейчас если бы такая же ситуация была и там погибли армянские журналисты вот так мы требуем мы требуем точно так же как они требуют вот эти демократы выдать армянских воиннопленных тех же террористов диверсантов которые они их отцы закладывали вот эти мины они требуют их выдать они не преступники они ничего плохого не сделали как например я слушал интервью томаса девали у диздан шара смайлова потом еще один эстонский журналист тоже когда они говорили о них о пленных они вот как попугаи они типа еще и нейтральные да они себя так преподносит что они нейтральные они тоже так говорили о них но они они не знали у них не было телефона они не знали что боя война закончена вот и так далее там подобное представляете да ладно журналистами понятно да мы увидели какое отношение вот смотрите что произошло буквально вот эти дни сегодня допустим мы отдали 15 голов взамен на минные карты агдама где закопаны девяносто семь тысяч мин это действительно хорошая сделка в пользу азербайджана всего-то пятнадцать голов ну я обычно их рубильниками называют или неждаллахи но тут голов 15 голов на семьде девяносто семь тысяч мин после этого вы представляете министр премьер-министр барчапет армении заявляет мы отдали всего лишь малую часть мы говорит отдали карту азербайджанцев азербайджанскую сторону малую часть еще много мин имеет ввиду он а мы всего-то малую часть отдали и представляете глава государства признается в терроризме диверсии и заявляет о том что у них эти карты есть и все эти месяцы они не отдавали пока там погибли более ста мирных жителей и они не отдавали и дальше не собирается отдавать а сейчас пришлось малую часть отдать и вот эти украши чатлахи извините мне я скажу вот эти гандоны от макрона до меркеля от байдена до джонсона монсона от до путина и все остальные ни слова ничего хотя они вот эти вот эти дни встречаются собираются встречаться ничего никто не говорит что да ты чё дебил что-то заявляешь отдай эти карты нет наоборот они их защищают вот эти лидеры демократических стран защищают оккупантов террористов диверсантов вот такое отношение к нам к нашему народу несправедливое отношение я этим не хочу сказать что вот только к нам вот такое отношение очень много народа есть народы которые вот точно такое же отношение их правда никого не интересует их боль никого не интересует они наоборот делает так чтобы этим народом было больно всегда проблемы были как и нам и всегда на них натравливают стравливают какого-то другого народа в качестве а потом преподносит того же народа которые стравливают на этих народов как жертва как в данном случае как в карабахском конфликты армения оккупировала территорию азербайджана но их выставляют как жертву бедные такие они я все это к чему дорогие друзья я все это к тому что вот эти разговоры союзники и так далее там подобное я об этом говорил это все ерунда да у нас очень сильные враги очень сильные враги в этом в этом списке нет армении армян потому что считать их врагами это для нас оскорбление потому что ну какие они там враги да мы увидели до их 44 дня и увидели танцующими и передающие привет и по всем районам азербайджана ну не враги они они просто как мы всегда говорим об этом они инструменты они материалы для использования да со стороны тех сил которые против нас вот сейчас например очень много дискуссий идут о том что кто же будет там премьер-министром армении после выборов пашинян или качарьян вот я вам честно говорю ребята для меня вообще нет разницы кто там будет кто-то думает что мне можно будет как-то с ними договориться или будет какой-то мир если пашинян будет или качарям будет и так далее да вот так думают нет разница ребята кто там будет вообще нет разница потому что они сами самостоятельно действовать не будут мы же это знаем мы же знаем что любой кто будет руководить армении он напрямую будет подчиняться к кремлю кремль будет а какие планы у кремля за последние двести-триста лет нашем регионе и по отношению к азербайджане и другим республикам мы это прекрасно знаем так какая разница там кто будет качарьян макартерчан или пашинян нет никакой разницы а теперь давайте представим что кто-то там придет и он оборвет все ниты с россией до уйдет в сторону запада давайте пофантазируем да и все да нет нифига будет делать все что скажет например франция или америка не так ли а как какие у них отношения к нам всякие эмануэллы макроны будут указывать армении мирно жить с азербайджаном того что я это к тому что как аргумент привожу к тому что без разницы кто там будет не заморачивайтесь не заморачивайтесь до после выборов когда будет известно кто при станет премьер-министром там кое-какие моменты выяснится да их будет хоть какая-то стабильность и азербайджан после этого будет вести кое-какие переговоры как кое-какие дела это понятно и это правильно поэтому и в баку в ожидании но по большому счету ничего практически ничего не изменится потому что эта страна никогда не будет независимой хоть сколько-то я даже не говорю что полностью хоть сколько-то независимой пока их заставляют заставлять эту страну и армянского народа враждовать с азербайджаном из турции никогда они независимы не будут да раз не будут независимыми и значит у нас совсем другие враждебные силы против нас а не армяне и не армия они будут прыгать мы им по башке дадим это без проблем будут петь чип чип чу джя ля рэм и те силы которые очень нехорошие неприятные планы по отношению к нам к нашему народу они намного действительно сильнее нас намного нам с ними не справиться пока не мере вот в эти дни и ближайшие годы тогда что нам делать сдаваться что ли и не такого союзника до чтобы вместе противостоять против тех сил и и вам конечно же голову пришло пришла турция естественно тут все наш союзник братская страна но это недостаточно против тех сил они очень сильны понимаете это это реальность понимаете ребята это реальность нужно быть нужно а мыслить реальными вещами но самое главное сейчас я хочу сказать вот что я хочу хотел сказать самое главное вот складывается такое впечатление что раз те силы которые против нас и они очень многократно очень сильны тогда что нам делать да где нам взять союзника чтобы держаться выдержать есть такой союзник есть это пусть вот эти слова не будет для вас знаете такими красивыми словами очень часто для этого используют вот это слово пусть не будут не будет примитивно звучать да но это действительно так я говорю эти слова из и искренне что наш единственный союзник в борьбе с нашими внешними и внутренними врагами это мы сами на самом деле все очень просто и и когда я говорю мы сами я имею ввиду наше единство 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 нашего народа которую мы показали всему миру мы действительно показали такое единство что мирную не увидел я как-то вам как-нибудь покажу вам например одного журналиста где он говорит что я был очень многих странах очень многих конфликтах там где была война и так далее но такое единство единство как в азербайджане я никогда нигде не видел вот дословно я говорю и это единство мы тоже увидели вот это и дала нам силу что противостоять 44 дня против покровителей сосед станцев не против армении и так далее еще раз повторюсь ну все увидели что мы с ними сделали да но они не соперники нам пусть они орут кричать там прыгают ара ми 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 ара ми это все бесполезно но покровители их очень сильны и они им очень помогали очень помогали как их союзники на бумаге и по договору например как россия кремль как франция как другие страны очень сильно им помогали мы противостояли всему этому с нашим единством единство я это буквально понимал что если вот такое единство не будет во время войны мы же всегда говорили что я очень часто говорил как и другие что война будет стопроцентно будет я даже говорил что если не мы захотим если даже армяне не захотят но те силы те силы силам которые выгодно будет они начнут эту войну но война в любом случае будет я всегда говорил когда вот речь шла об этом я всегда говорил единство у нас сейчас мы готовы к войне у нас есть сейчас все и ресурсы и армия и все нужна только единство даже для этого если помните я вам как-нибудь покажу кто не увидел даже как-то психологически подготовит наших людей даже те которые ведут политическую борьбу внутри страны да что естественно да то власть оппозиция и каждая страна для себя выбрал лидера одна страна гейдара алиева другая страна имена ресуза да а я взял их фотографию соединил монтаж и сделал так что на фоне флага азербайджана вот это два литра для два ведущие великие люди азербайджана вместе и внизу написал что наша победа я наше единство начинается отсюда были были такие я помню очень сильно материли меня даже звонили из генджи по моему вообще как-то посмел например как-то посмел сравнить сравнить гейдара алиева с имена ресуза да кто такой гейдар алиев он предатель он такой сакой понимаете да какая страна и писали мне очень жаль очень грязно материли меня за это но я всерьез не не воспринимал я потому что знал что что я делаю что мы все вместе делаем вот это единство поэтому родные мои дорогие друзья нам нечего бояться потому что каждый из нас каждый из нас каждый азербайджанец показал что что бы ни случилось где-то мы можем обниматься целоваться где-то можем ругаться драться между собой но нужный момент мы действительно можем собраться в один кулак и показать такое единство единство народа я в прежних роликах на эту тему мне же много тем было бирли бирли даже были некоторые которые ну какой бирли 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 за две кто бизде я это знал вот мы такое единство показали что это останется в нас всегда навсегда это действительно так и нам ничего не страшно нам уже ничего не страшно какая бы маленькая или большая страна не было какой маленький или большой народ не был если есть какая-то угроза и этот народ показывает свое единство никто их не победит никогда ни с какими даже оружиями поверьте мне не на слова несмотря на то что по всем показателям мы были сильнее армении да армянской армии мы бы ничего с ними не смогли сделать если бы у них было единство если бы у них вот это ми ми ара ми ми не было бы да вместо этого было бы единство настоящее единство народа а у них этого не было в этом и наша заслуга есть честно говоря да есть но дело не в этом факт остается фактом что у них единство не было я могу по полочкам это все показать и рассказать не только нам и им самим что у них никакого единства не было ни на уровне народа ни на уровне армии ни на уровне политиков ни на уровне журналистов ни на уровне никого даже на уровне блогеров у них единство не было поэтому поэтому они взлетели в воздух а у нас мы такое единство показали мама не горой это действительно факт еще раз хочу сказать поэтому нам ничего не страшно пусть будут они несправедливые пусть они будут говорить там давить на нас я не знаю какие то резолюции будут выпускать против нас санкции манкции мы должны делать то что в наших интересах в интересах нашего народа вот и все нам больше ничего не страшно нам не страшно ни Франция ни Кремль ни Германия ни Америка реально вот я спокойно об этом говорю потому что я видел свой народ я видел свой народ и охренел я видел свой народ и опалдел я такой сильный как все эти 44 дня каждый из нас лично я никогда не был в том смысле что я таким сильным себя никогда в жизни не чувствовал не видел откуда столько энергии было у меня у каждого из нас от единства поэтому я долгие годы убивался часами сидел помните да прямые эфиры эфиры часами болтал 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 единство 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 и многие из нас тогда понимали сейчас понимаем что мы были на правильном пути действительно и когда сегодня вижу знаете раньше как-то меня если даже задевала где-то какие-то передачи например в российских телеканалах или какие-то статьи в других иностранных СМИ антиазербайджанские имеется в виду против азербайджана где-то если мне это задевало где-то я горевал что ну почему так почему так несправедливо да почему сейчас мне до лампочки если раньше где-то был страх у меня что вот вот и такие силы против нас но это же все очевидно было да и сейчас очевидно что они против нас понимаете элементарно элементарно четыре тысячи азербайджанцев армяне взяли плен убили тридцать лет назад они у нас считаются без вести пропавшими за тридцать лет ни один из этих ублюдков слово об этом не говорил сейчас они убиваются режут себя отпустить этих этих бедных армянских пленных представляете уровень несправедливости уровень двуличия лицемерия понимаете если если до войны такие моменты где-то у меня в глубине душе вызывал какие-то какой-то страх что вот вот эта война война же будет мы же готовимся что мы будем делать с этими силами они же против нас будет это же все знали правильно а сейчас после того что произошло после войны мне плевать на них потому что я знаю я видел свой народ я знаю что у нас есть единство а перед такой силой ни одна сила не устоит это факт вот с такими моментами я хотел поделиться с вами сегодня честно говоря я хотел выйти на прямой эфир но через буквально на несколько минут ко мне придет гости он как бы изменил мои планы ну на днях планирую прямой эфир потому что даже ребята очень многие пишут звонят ну ходи мы же очень часто собирались общались скучаем друг по другу да даже в чате очень многие общались сделаем все это дорогие друзья немного поговорили да полегче стало я знаю что после нашего разговора очень многим легче становится потому что я не знаю вот я такой человек у меня вообще принцип такой что даже что-то когда негативного происходит там в любом случае есть плюс в любом случае какой бы какие бы проблемы не были что-то не ну произошло да что-то всех это расстраивает но в любом случае есть там плюс то есть нашу пользу что-то вот это надо найти и донести до людей понимаете это нужно всегда обязательно делать нельзя грузить людей постоянно негативами как из наших некоторые это делают особенно те которые ведут политическую борьбу борьбу внутри страны внутри страны да там что-то они там делят власть вот они постоянно негатив негатив они даже не думают насколько какой урон они наносят нашему народу какую психологическую какую психологическую мощную очень жаль что они этого не понимают а есть такие которые понимают но намеренно это делают вот а так все очень хорошо очень замечательно кстати с этими обменами мы мы дали такой мессендж всему миру мировому мировому сообществу что вот эти рубильники ниждиллахы вот эти как они любят их называть военнопленные и так далее они нам нафиг не нужны выдать выдать армении вот 15 голов из них да мы дали всему миру понять что ребята то что вот они ведут такую пропаганду что мы азербайджанцы где там возьмем видим режим убиваем вот тогда они же такую пропаганду ведут типа мы их ненавидим вот любом случае поймали убиваем вот видите они столько месяцев у нас были живы здоровы и мы их отпускаем если мы такие вот я не знаю армянофобы как они говорят так мы их даже в плен не брали бы их убили бы на месте и списали бы на войну списали бы и сказали вот была стрелба они оказали это как это называется сопротивление и наша армия их уничтожил не брали бы в плен понимаете а мы не только тогда этого не сделали мы и сейчас это не сделали пока они у нас были а сейчас вообще отпустили вот такой мессендж понимаете это нужные люди нужных местах этого видят и понимают другой важный момент у меня в первую очередь вот это вот это мне очень-очень так заинтересовал в этом обмене это то что в этом не участвовала ассия то есть и армия и азербайджан сделали это в обход кремля вы что-нибудь подобное помните чтобы между азербайджанцами и армянами что-то было и в этом не участвовал не участвовала кремль никогда ничего подобного не было что это было мы знаем потом узнаем потом но это ребята это очень серьезный шаг это очень серьезный шаг это во-первых со стороны и азербайджана и со стороны армении азербайджан это ладно да а со стороны пашиняна я думаю что ему надоело все это то что происходит перед выборами да как Россия яростно поддерживает качаряна и как яростно наступает по всем своим ресурсам на пашиняна это все мы видим да и на армянских сегментах пророссийских и в российских сегментах и в семи и прессах и телеканалах тем более да мы видим что они явно против пашиняна ведут пропаганду а поддерживают качаряна и видимо пашиняна надоело все это он сказал ну ладно разве так пожалуйста я сделаю кое-что без вас и это получится и вот и позвонил своему другу коллеги скажем так коллеги позвонил коллеги своему алиеву или через кого-то и сказал надо договориться вот обсуждать детали вот я дам карту надо обсуждать детали вот и обсуждали они через Америку и через Грузию не так ли я думаю что это было инициатива была со стороны пашиняна я так думаю а нашему алиеву все равно главные карты доставать а он какую-то часть достал всего за 15 голов повторяюсь всего 15 голов если помните несколько месяцев назад даже после несколько дней после того как этих 62 диверсантов мы взяли я еще тогда говорил что все равно их отпустят вернут мы вернем их все равно в любом случае они не будут сидеть у нас годами ну конечно же кроме тех которые будут судить вот это Макатырчан Людовик Алеша и так далее вот эти ублюдки которые мучили пленных и во время первой карабахской войны и во второй это о них не идет речь речь не о них речь действительно о тех которые дали оружие и отправили после 10 ноября на нашу территорию да они же сами не пришли их отправили по большому счету да их можно вернуть что и будет сделано но как тогда я говорил но конечно же не бесплатно образно говоря за них за них Азербайджан будет получать то что хочет в данном случае получил карту тем более Агдама где действительно самая такая больше мин чем в других регионах освобожденных да я так по-моему это так в Агдаме больше мин потому что они всегда ждали что если начнется война азербайджанцы придут именно в направлении наступит в направлении Агдама извиняюсь вот остальных тоже выдадут их сколько примерно остается 45 голов выдадут выдадим вернем они нам реально нафиг не нужны хоть они диверсанты хоть террористы мирористы как хотите называть хоть военнопленные они нам не нужны знаете почему в первую очередь чтобы вот это нытье годами не слышать нытье их военнопленные во вторых самое главное чтобы этого момента их покровители никогда не использовали против нас они могут спокойно они сейчас это делают они требуют отпустите отпустите мы годами это будем слушать нет лучше сейчас договориться за них получать то что нам нужен и вернуть нафиг они нам нужны с чего и президент Азербайджана делает все все нормально делает что я всегда говорил что за внешнюю политику я всегда поддерживаю нашего президента и буду поддерживать поддерживать а что касается внутреннюю политику честно говоря если например сказали бы за внутреннюю политику Азербайджана президенту Азербайджана полагается от пяти до двадцати лет тюрмы и я тоже там участвую например да и меня спрашивают от моего голоса тоже зависит что-то и спрашивают вот мыслим сколько ты предлагал я бы сказал двадцать лет максимально за внутреннюю политику а за внешнюю политику если бы если бы я видел что пуля летит в сторону нашего президента я бы встал перед ним чтобы пуля попал меня да понимаете все это образно просто этими словами я хочу донести свое отношение к нашему президенту действительно внутренние проблемы они ужасные у нас не Что происходит в тартаре? Проблемы в социальных обстоятельствах есть. Они решают мне время, и наш президент это не мог. Если это не мог, то 20 лет я верю. остановились на внешнем внешнем политика действительно все что он вот за последние 15 лет а я вот конкретно этими вопросами загружен занимаясь этим ребята вот без преувеличения говорю я каждый его шаг поддерживал потому что считал что он правильно делает все и по карабахскому конфликту и как по переговорам и по каким-то другим внешняя политика блестящее всегда было результаты мы увидели во время войны когда даже такие сильные покровители открыто не могли поддержать своих кукол их кукловоды открыто не могли их поддерживать а создалась такое такое условие что наш союзник единственный союзник буквальном смысле этого слова поддерживающий наш нашу страны были другие страны за что огромная благодарность но единственный союзник во всех смыслах в этом слове до турции создалась такой ситуации что наш союзник открыто нас поддерживала открыто открыто а они нет они как крысы поддерживали потому что были неправы потому что их президент азербайджана поставил перед фактом именно течение 44 дней он поставил их всех перед фактом а наша армия эти факты им в глаза сувал будем говорить об этом детально чтобы донести вот все это да что все было понятно так как я понимаю да буду говорить об этом чтобы мы знали чтобы все знали чтобы мы научились ценить и хорошие хорошее и плохое что есть у нас хорошее что есть плохое знать и тени и самое главное чтобы нас не вели в заблуждение очень много да надо было выйти во все прямой эфир ладно дорогие друзья на этом я заканчиваю вот и все обнимаю всех и буду искать кнопку стоп вот пока всем родные 49 минут обалдеть и